Книга Откровения 1-ю главу Книга Откровения 1-я глава, будем читать с 8-го по 10-й, 17-18 стихи. И был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть альфа и омега, первый и последний. И 17-18 стихи. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и сижил во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Как уже было озвучено сегодня, что темой сегодняшнего нашего дня, наших рассуждений является слова Иисуса Христа, я есть альфа и омега. И уже на протяжении нескольких служений мы говорим с вами об Иисусе Христе, о том, кто Он есть. И это серия проповедей, которая уже прозвучала на тему «Я есть». И в прошлый раз, когда я проповедовал о том, что Иисус Христос говорил о себе, что Он есть жизнь, вы помните, я приводил такое вот исследование по количеству раз, которые употребляются в Священном Писании, вот это выражение «Я есть», и это поражает, потому что, вы помните, как по семь раз оно так укладывается все. И в книге Откровения семь раз звучит вот это слово «Я есть». Но мы сегодня останавливаемся на слове, которое мы прочитали с вами «Я есть» – «Альфа» и «Омега». Все дело в том, что, когда Иисус Христос разговаривал с Иоанном на острове Патма, скорее всего, Он не использовал греческий язык, который был в то время языком общения. Но греческий язык был использован Иоанном для того, чтобы исполнить поручение Иисуса Христа, потому что Он сказал ему «Напиши», и то, что видишь, 11 стих, «Напиши в книгу» и пошли церквам, чтобы другие могли понимать. И вот здесь, в 19 стихе мы читаем, снова повторяет «Итак, напиши, что ты видел». И вот этот разговор, который у Иисуса Христа состоялся с Иоанном, он вынужден был переложить на греческий язык, потому что, скорее всего, Иисус Христос разговаривал с Иоанном на родном для Иоанна языке, то есть еврейском. И вот здесь есть одна такая, ну, сложность. Все дело в том, что глагол «быть» в еврейском языке нет таких строгих временных форм, как в нашем языке или в английском языке – прошлое, настоящее, будущее. А там есть незавершенная форма глагола, есть завершенная форма глагола. И вот, когда Иисус Христос говорил, мы прочитали с вами вот в восьмом стихе, я есть альфа и омега, начало и конец, то оно, в этот стих он немножко иначе звучит. Он прозвучал таким образом. Иисус Христос употребляет первую и последнюю букву еврейского алфавита. И это означает на том языке и в том обиходе, как употреблялось, что это все полностью, совершенно, без всякого исключения. Но мы точно так же употребляем такое выражение, когда желаем показать полную компетентность человека. Мы говорим, этот человек знает свое дело от а до я. И все, нам не нужно больше ничего говорить. Мы понимаем, что этот человек полностью владеет своей профессией, тем делом, или имеет полный объем знаний. То в данном разговоре, в данной ситуации Иисус Христос, употребляя вот эту первую и последнюю букву еврейского алфавита, Он тем самым говорит о том, что Он все, все полностью, без всякого исключения. Далее, вот слово «я есть», вот это слово «быть», Иисус Христос употребил незавершенную форму, которую для того, чтобы перевести потом на греческий язык, надо было апостолу Иоанну нечто добавить, чтобы сделать разъяснение. И так вот этот восьмой стих, он так звучал, «я есть альфа и омега», то есть «я есть первая и последняя буква еврейского алфавита», то есть «я есть все во всем». Начало и конец, говорит Господь, Вседержитель. А вот эти слова, которые есть и был, и грядет, Иоанн, переводя на греческий язык, вынужден был поставить для того, чтобы разъяснить все это, разъяснить всю эту полноту. Интересно, когда мы читаем Евангелие Теана, 8 главу, 58 стих, мы читаем следующие слова. И у Иисуса Христа был разговор с иудеями, и разговор зашел за Авраама, и Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». И вот в данном случае Иисус Христос в разговоре с ними, Он употребил ту же самую незавершенную форму. И для уха иудея это сразу прозвучало, это были те же самые слова, которые Бог произнес Моисею там в горящем кусте, когда Моисей спросил у него, кто ты, что я могу сказать народу, а Бог сказал ему, я есть. Иисус Христос сказал эти слова, а это сразу резануло слух иудеев, вы знаете, какая реакция, вы помните, какая реакция была у них? Они за камни схватились, потому что это богохульство в их понятии, потому что назвать себя именем Бога, кто может из людей? Тогда, когда Иисус Христос явился Иоанну на острове Патмос, когда Он был в Духе в День Воскресный, День Господен, то мы видим, что Иоанн отреагировал, и отреагировал незамедлительно. И мы прочитали с вами 17-18 стихи. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый», пишет Иоанн. В свое время мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна 13 главе в 25 стихе о том, что когда апостол Петр спросил, ответ спросил у Иоанна, ты спроси Христа, кто тот человек, о котором Христос сказал, что он предаст его? И мы читаем с вами о том, что Иоанн припал к груди Иисуса. Совсем другие отношения. И вот здесь можно было бы ожидать, что увидев Господа Иисуса Христа после долгого расставания в этом состоянии, в котором Он находился на острове Патмос, ту же самую реакцию, но мы видим совсем другое. Мы видим, что Иоанн пал, пал к ногам его, как мертвый. Та же самая реакция, которая была у Савла, когда он встретил Иисуса Христа по пути в Дамаск, и мы читаем Деяние апостола в 9 главе, в 4 стихе. Когда услышал голос, голос Иисуса Христа, Савла, что ты гонишь меня, он пал. Встреча с Господом, тогда, когда она происходит. Невозможно человеку устоять. И вот тогда, когда Иисус Христос разговаривал с Иоанном, во время этой встречи мы видим, что Иисус Христос, во-первых, сказал Иоанну о своей божественной природе. Он ему сказал, мы прочитали с вами, я есть, я есть первый и последний. Во-вторых, он сказал и напомнил Иоанну о том, что он претерпел страдания и был мертв. И ученики видели, и Иоанн видел смерть Иисуса Христа на кресте, и у него не было сомнений, что именно это Господь. В-третьих, Иисус Христос сказал Иоанну о том, что он воскрес и не имеет конца жизни, и живой, и сижив во веки веков. Я победил смерть, говорил тем самым Иисус Христос. Я вышел из тления, я приобщился к вечной жизни, и вы со мною будете. И в-четвертых, Иисус Христос сказал Иоанну о своем авторитете и о своей власти. И имею ключи ада и смерти. И на самом деле, Иисус Христос открывает врата смерти, и Он имеет власть над смертью. И Он открывает врата блаженного мира и покоя, куда приглашает каждого человека, который живет на этой земле, верой принять его спасительную жертву, принять его Господом и Спасителем в свое сердце. и унаследовать эту вечную жизнь. Сегодня мне хотелось, чтобы мы рассмотрели в проповеди четыре таких положения, в которых Иисус Христос является Альфой и Омегой, началом и концом. Первым и последним. Давайте посмотрим присутствие Иисуса Христа, Его участие в сотворении мира. Итак, когда мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, 1 главу, стих 3, мы читаем с вами, Евангелист Иоанн написал, «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». К евреям мы читаем 1 глава, 1 и 2 стихи, «Бог, многократно и многообразно говоривший из древле отцам пророков последние дни сей говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И третье место, которое я хотел бы привести в основание, это то, которое уже звучало с вами в послании Колоссянам, 1 глава, со стиха 15 по 17, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тварей, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Все дело в том, что сегодня люди порой пытаются осмыслить существование этого мира и предлагают всевозможные теории появления мира материального. Но Священное Писание нам конкретно говорит о том, что Бог является причиной всего. И более того, причиной начала этого материального мира является Иисус Христос, Сын Божий. И Священное Писание, и эти места, которые мы прочитали с вами, они конкретно говорят нам об этом. «Ради Него, ради Иисуса Христа, с Его участием, через Него Бог Отец словом уст твоих сотворил этот мир. И Он имеет свое начало, и Он имеет свое окончание. Бог вечен, Он вне времени, Он вне пространства, но материальный мир, в котором мы живем, несмотря на все это величие и размеры космического пространства, всей Вселенной, которое поражает нас своей величиной, оно имеет границы, оно имеет свой предел, как во времени, так и в размерах. Более того, Священное Писание в книге «Бытие» говорит нам о том, как Бог от начала начал творить это, и в каждом детали, которая записана в книге «Бытие», мы видим, заложен прообраз Иисуса Христа, Божьего Сына. И это очень важно, когда мы, толкуя Священное Писание, видим этот образ Иисуса Христа. Потому что Бог, когда творил этот мир, творил его через Иисуса Христа, Он везде заложил прообразы Сына Божьего. И если мы желаем правильно понимать Священное Писание, нам нужно молиться о том, что Бог открыл нам глаза, и мы увидели Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя в том или ином акте творения, в том или ином действии, которое Бог совершает. И это очень важно. Потому что существуют такие теории, будто Бог сотворил прекрасный мир, потому что вроде бы как Бог не может делать ничего иначе, а потом мешался Сатана и все разрушил, и Богу пришлось опять все это восстанавливать и все это делать. И вы знаете, это делает Бога уже не всемогущим, не всезнающим, не всевидящим, а поднимает Сатану на уровень с Богом, как он и хотел, возгородившись. трон мой поставлю на высотах. Это то, что он предлагал Иисусу Христу во время искушения. Поклонись мне! Но это ложь, это обман. Но Бог, показывая в Священном Писании, как Он творил этот мир, Он показал шаг за шагом, мгновение за мгновением, как из ничего, через хаос, в котором находится душа всякого человека, который приходит на эту землю, Бог творит этот прекрасный Эдемский сад. там, где Он приходит и общается с человеком. И все это через Иисуса Христа, все это в Иисусе Христе, все это для Него, для Сына Божьего. Иисус Христос сказал о Себе, Я есть Альфа и Омега, Я есть Начало и Конец, Я есть все во всем. Далее. Мне хотелось показать сегодня на Священном Писании о том, что Иисус Христос является Альфа и Омегой в спасении человечества. Начинает сотворение мира через всю историю израильского народа. Как я уже сказал, Бог закладывал эти прообразы. Он говорил об этой жертве, жертве Аанца. И потому жертва Авеля была более угодна Господу, чем жертва Каина. Потому что в жертве, которую принес Авель, был заложен прообраз Иисуса Христа, того Аанца, который прежде создания мира он был предуготован для того, чтобы принести себя в жертву добровольно. Пророк Исаия, 53 глава, стих 11. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Столетия должны пройти, события должны совершаться. И сомнения в Божье всемогущество можно было сказать, а кто его знает, как повернет, и у кого что там в голову взбредет, или как, какие решения будут приняты. Но от начала, когда Бог творил человека и там в Эдемском саду творил для человека жену его, Бог оголил это ребро Адама и взял это ребро и сделал жену ему. И точно то же самое на Голгофе было совершено, когда римский воин взял копье и пронзил Иисуса Христа то же самое место, оголил то же самое ребро, как Бог это сделал в Эдемском саду у Адама. потому что тот прообраз, который Бог заложил при сотворении, Он повторил на Голгофском кресте для того, чтобы создать жену для своего сына. И мы, как невеста Церковь Иисуса Христа, сегодня проходим этот процесс формирования. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих их грехи, их на себе понесет». Евреям 5 глава 8-9 стихи. «Хотя он и сын, однако страдания миновы к послушанию и совершившись сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Евреям 12 глава 1-2 стихи. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Братья и сестры, это неправильное понимание, и оно не на основании Священного Писания, и оно не навеяно Духом Божьим, если мы понимаем и говорим о том, что сатана вмешался в Божие творение, и он сделал то, что Бог не хотел и увел человека на путь греха. Смотрите, апостол Петр пишет, понимая эту истину, 1 глава 18 и 20 стихи читаем, «Знаешь, что не тленным серебром или золотом искуплены в этой суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого анца, призназначенного еще прежде создания мира, предназначенного еще прежде создания мира, еще мира материального не существовало, а Бог Отец показал Иисусу Христу, Своему Сыну, это единственный путь. Ты должен, как агнец, отдать себя в жертву. Там на кресте должны оголить твое ребро, и из этого ребра я сделаю тебе жену, жену, помощницу, которая будет с тобой вечно. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого анца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, для нас с вами, Бог сделал явным свой план. Бог сделал явным свое спасение. Бог сделал явной свою любовь. И Бог не осуждает человечество за то, что оно находится во грехе. Бог осуждает человечество за то, что они отвергают жертву агнца, который принес себя добровольно в жертву. верующий в Иисуса Христа не судится. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Твое принятие Иисуса Христа открывает тебе возможность впустить Иисуса Христа в свое сердце. И апостол Павел пишет, «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Какие удивительные полные значения слова, которые изменяют нашу с вами жизнь, наше с вами существо. Потому что о новом человеке, который принял Иисуса Христа в свое сердце, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, «Вы дети Божьи. Вы не Божьи, а творение уже больше. Вы не чужие. Вы свои Богу. Вы получили через принятие Иисуса Христа эту божественную природу, и она должна развиться внутри вас». Через принятие того спасения началом и концом Альфа и Омегой является Иисус Христос. Итак, Иисус Христос также является Альфа и Омегой и в церкви. Я уже напоминал и хочу прочитать снова Ефесянам 1 глава 21-22 стихи о том, что Бог поставил превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви. Холостяном 18-й стих 1 главы «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Еще одно место. Первое послание Фессалоникийцам 4 глава 16-17 стихи «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде, и потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе и так всегда с Господом будем». И перед нами открывается картина Иисус Христос Иисус Христос явился началом. Через Него произошла церковь. Она связана с Ним как с главой, она имеет тесное соединение с Ним, она слышит Его голос, она исполняет Его поручения, она здесь, формируясь, являясь Его телом, представляет здесь Иисуса Христа на земле, она здесь учится жить в полном согласии, в полной гармонии со своим Господом и Спасителем, и она будет вечно находиться с Ним тогда, когда Он, как мы прочитали с вами в послании фессалоникийцам, Он придет за ней, чтобы забрать ее отсюда, с этой земли. Единственный вопрос только звучит сегодня, и он звучит, и уже озвучен был первым братом, который проповедовал, а стою ли я на этом пути, пути формирования, пути духовного роста, и он невозможен через чтение слова, через молитву, через общение. Иоанн в своем послании говорит о том, что наше общение с Иисусом Христом, и Он приглашает всех в это общение. Невозможно иметь взаимоотношения без общения. Невозможный духовный рост, если мы не познаем изо дня в день нашего Господа и Спасителя. И это знание Бог оставил в своем слове. единственном послании, которое полностью открывает нам Божье всемогущество, Божью любовь, Божий план спасения, Божьи цели намерения, которое через Слово Своим Духом Святым действует в наших сердцах и взращивает нас духовно. И это Божий план, и это Божий путь, и это единственная только лишь возможность, потому что Иисус Христос сказал, что Я есть путь, и Я есть только лишь вот эта дверь, и Я есть только лишь одна возможность, чтобы Ты вошел через меня, шел, находясь во мне, и возрастал во мне. Апостол Павел пишет это следующими словами, «Осоединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Какие удивительные слова! Какая сила заключена в этих словах! Какая глубокая премудрость заключена в этих словах! Иисус Христос Иисус Христос является Альфа и Омегой началом и концом в Церкви Христовой. И в заключении, прежде чем мы помолимся, я хотел бы еще раз сказать о том, что Иисус Христос является Альфа и Омегой в жизни рожденного свыше христианина, в жизни каждого человека. 1 Петра, 2 глава, 6-7 стихи. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас верующий их драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна». Римлянам, 6 глава, 5-6-11 стихи. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». 11 стихи. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». И Колоссянам, 3 глава, 1-4 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горним помышляете о неземном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, когда же явится Христос жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Жизнь человека от начала и до конца, от момента принятия Его до дня соединения с Ним, когда мы явимся с Ним во славе пред Богом Отцом. когда состоится эта прекрасная брачная вечеря Агнца. Это тот путь, это та жизнь, которую Бог предназначил и подарил каждому из нас. Но брат говорил уже о том, что Царство Небесное усилием берется, и те, которые это усилие применяют, они восхищают его. Я не могу похвалиться, как он, потому что для меня это, ну как, запредельная мечта, но я 60 паунда потерял, и вы этому свидетели, да? Вот, ну, чуть больше 60, только третья часть из того, что брат оставил там в прошлой жизни. Это удивительные вещи, это удивительные дела. Это Божья милость, братья и сестры, на самом деле. И я могу точно так же сказать, что это просто как, когда Бог изменяет наше сознание, вот, просто своим словом действует, изменяет сознание, тогда жизнь изменяется. А для этого нужны какие-то определенные усилия. И апостол Петр говорит, что вы, как новорожденные младенцы, примените это усилие, возлюбите чистое словесное молоко. Апостол Павел говорит, сбросьте эту ветхую одежду, облекитесь в Христа, оденьте эту новую одежду праведности, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, живите этой новой жизнью. Братья и сестры, это то, что Бог совершил без нашего участия в Иисусе Христе и принес и подарил каждому из нас. И это весть благодати, это дар благодати, это дар Божьей любви каждому человеку, который живет сегодня на земле. И я благодарен Богу за то, что Бог открыл нам это Духом Святым, и мы счастливые люди. А сколько людей, которые живут и мучатся в постоянном страхе, в постоянных переживаниях, которые несут в себе вот это действие греха и более того, кто по неразумию своему стал орудием греха для распространения греха в этом мире. Ещё одно, прежде чем мы помолимся, я хотел бы напомнить то, что мы прочитали с вами во время встречи. И вы знаете, вот эта встреча, которая произошла, и эта реакция Иоанна, когда он упал как мёртвый, это совершенно правильная реакция Иоанна, потому что это новые отношения, отношения Иоанна со своим Господом. И он пал как мёртвый. А что сделал Господь? Он взял свою правую руку и положил на него и стал разговаривать с ним. Это совершенно правильная реакция, когда мы в смирении пред Господом. Всякий человек, который когда-то пережил свою встречу с Иисусом Христом, пережил её реально, он никогда не будет превозноситься, он никогда не будет стоять пред Господом, похваляясь чем-то, но он всегда будет склонён пред Господом. И он знает, такой человек, что правая Божья рука, правая рука Господа Иисуса Христа, его Спасителя, его Учителя, она на Нём. Поэтому Бог благословит каждого находящегося здесь. В каких обстоятельствах ты находишься? Что ты переживаешь? Если ты склонился пред Господом, если ты видишь Господа воскресшего из мёртвых, которые есть первые и последние, которые есть Альфа и Омега, и ты не смеешь даже поднять головы своей, потому что осознаёшь всё это бремя греховности, которую ты получил от Адама и несёшь в этой жизни, то знай, что правая рука Господа и Спасителя, она на тебе, чтобы благословить тебя, чтобы ободрить тебя, чтобы взрастить тебя духовно и удостоить тебя этой прекрасной встречи. «Когда же явится Христос жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Когда же явится Христос жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь». Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставил нас блуждать во тьме в этом мире, но Ты открываешь нам через Слово Твое Тебя Самого. Ты открываешь и говоришь нам о Своей Любви, и Ты говоришь нам об Иисусе Христе нашем Господе и Спасителе, который есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, который есть все во всем. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Духом Святым достучался до наших сердец. И мы имеем сегодня пред Тобой это новое положение, Господь, и мы сознаем, что это не наша заслуга. Мы сознаем свою греховность, Господь, мы сознаем, что мы носители этой пораженной грехом природы человеческой. Но мы благодарны Тебе, Господь, что через соединение с Тобой в смерти Твоей и в воскресении мы являемся новыми людьми, Твоими детьми, являемся Твоей церковью, Господь, и мы имеем возможность сходить в этой обновленной жизни. Благослови нас, Господь, благослови, чтобы наша жизнь была славой Тебе, потому что Ты достоин славы наш Бог. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.